приветствую вас друзья пользуясь предоставленной мне от студии хочу поговорить с вами обсудить некоторые вопросы дать вам некоторые рекомендации я уже говорил что вы должны понимать что вы делаете для чего вы делаете как вы это делаете когда вы выполняете какие-то задачи на тренировке выполняете какие-то упражнения вы должны понимать для чего они нужны что есть упражнения скажем так одни и те же упражнения могут работать на разные задачи можно поставить задачу там изменить конструкцию противника отрабатывать его загружать там выводить из равновесия можно на этом же самом упражнении решать задачи по себе то есть проводить скажем так некий анализ что с вами происходит тактильные ощущения как то что вы изменяете себя как она изменяет противника то есть вы должны быть управленцем не обязательно этому противник ну как скажем ваш напарник говорит я вот сейчас возьму лопату и буду копать вот отсюда и до туда и начинает это делать вы у него забираете лопату и говорите нет я буду копать а ты смотри как я это делаю такого не должно происходить вы должны управлять процессом вы должны показывать где копать сколько копать насколько глубоко копать и так далее то есть вот эти процессы вы должны понимать но это не сразу конечно придет но к этому надо стремиться надо себе такую задачу ставить понять сам процесс который происходит и тогда внутри этого процесса вы начинаете становиться управленцем они чернорабочей силой если вы не понимаете суть процесса не понимаете по каким законам он развивается и протекает как вы можете управлять процессом который не подластен вашему пониманию ну конечно с помощью лома и кувалды можно решать многие задачи но мы говорим сейчас именно вот о той творческой тонкой работе и поэтому выполняя упражнения вы должны понимать для чего она служит как его правильно делать какие задачи обязательно ставить перед собой на каких задачах концентрировать свое сознание потому что осознанная работа на вот таких вот обучающих моментах она просто необходима потом все это будет передано подсознанию потом это все будет закладываться в автоматизм и формирование нейронных сетей то есть это все будет но надо к этому идти и ставить задачи такие ну я может быть немножко сумбурно рассказал ну по мужу знаете как бы ну текст такой идет от меня я никогда не готовлю текст тем более никогда не пишу его то есть что в голове то и на языке грубо говоря вот я вам приведу тоже вот связи с этим что я хочу вам сказать я приведу небольшой пример вот там товарищ у меня занимается и я подхожу ему говорю ну вот у тебя вот здесь ошибка ты ее что не видишь а он не говорит со стороны виднее вот а я ему на это отвечаю худшего ответа я я тебя не ожидал ты мне сейчас дал самый худший ответ на который был способен он не понимает я ему начинаю объяснять но смотри ты работаешь да я вижу только внешнюю картинку внешнюю сторону я вижу как одна система влияет на другую как меняются конструкции в пространственном положении то есть я внизу вижу только внешне и та информация которая доступна тебе она мне не доступна вся внутренняя информация я не знаю какие ты звуки слышишь как ты воспринимаешь тактильные ощущения какие решения твоя голова принимает и так далее какие звуки ты слышишь вокруг себя как как ты определяешь пространство как ты определяешь людей которые находятся вокруг тебя как ты согласуешь свои движения с этим то есть все которые находятся на тренировке люди в зале или там в том месте в том месте где вы тренируется вами должны определяться как потенциальные противники и вы двигаться должны с учетом того что люди делают вокруг вас и на каких дистанциях от вас они находятся если этот противник да то есть доля даже работая в паре с этим человеком дам допустим загружая его и выводя из равновесия не должен подставлять спину тому человеку который находится недалеко от меня работает в паре там с другим человеком но вот эта пара это два противника потенциальных а я к ним свиной повернулся но что вы понимали и поэтому человек который находится в тренировке вот в этом круге да то есть он у него информации гораздо больше чем у меня информация о самом себе у него гораздо больше чем у меня у него есть такие информации которые которым я доступ не имею но дело в том что он не умеет пользоваться этой информацией он не не умеет ее брать он не слышит эту информацию и вот когда вы тренируетесь вы должны учиться этому в том числе учиться брать информацию как с внешних источников даст того что находится вокруг вас но также брать информацию из себя что происходит с вами там может знаете как человек там делает какое-то движение скручивается и приводит себя в какое-то неудобное положение проходит через фазу допустим неустойчивости какую-то а в этот момент он очень уязвим а он этого не понимает и вот когда вы работаете чтобы поднять как можно больше пластов информации с ними поработать надо работать очень на медленной скорости и опять же она не всем доступна хотя там в интернете но те люди которые не владеют вопросом не имеют полную информацию они там скажем там скажем мягко так посмеиваются дата медленно и печально вы попробуйте поработать медленно и печально чем медленнее вы можете работать тем больше уровень вашего мастерства тем лучше ваш баланс до лучше ваша устойчивость лучше лучше ваша координация лучше ваша хореография тем меньше ошибок если хорошо работаете тем меньше ошибок вы на допустите и корявости на сверх высоких скоростях на высоких скоростях и сверх высоких скоростях и медленная работа это вприн в первую очередь работа с информацией ну в общем это как бы такая моя рекомендация и а почему сейчас подытожу немножко да почему вот надо понимать что что вы делаете как вы делаете для чего вы делаете а потому что вы обладаете информации что вы делаете да вы должны пообладать информацией как это делать то есть это то есть то чувствовать да где вы неправильно повернулись, где вам неудобно, где ваш дискомфорт вы должны себя постоянно сканировать то есть брать информацию и главное для чего вы это делаете, вы должны понимать ту задачу для которой вы выполняете те или иные действия и вот даже если разобрать ситуационную самооборону то есть где-то произошел какой-то конфликт скажем так на улице к примеру или там в каком-то помещении, вы должны понимать что вы хотите сделать для чего вы хотите это сделать и как вы это будете делать и это должно быть не то что задача решить какую-то одну маленькую задачу, нет, эта задача должна быть, скажем так на перспективу я освобождаюсь от захвата для чего? вот меня схватили в помещении держит человек не пускает меня не дает мне выйти я освобождаюсь от захвата ну дальше что? освободился он меня опять схватил опять держит или еще что-то хуже со мной взять то есть я должен понимать свои последующие действия для чего я это делаю так что а для этого вот всего это не сразу дастся но к этому надо стремиться надо задачи такие ставить перед собой и тогда в процессе ваших занятий у вас начнет складываться вот этот пазл занимайтесь у вас обязательно все получится спасибо что уделили время спасибо что выслушали меня спасибо что вы есть у меня удачи, ребята спасибо 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 спасибо